Доброе утро. Доброе. Сейчас я вам буду скидывать. Все данные вам скину. У меня есть телефон и всё. Вы мне одну маршрутку кинули, как ехать. Это не путёвка, а что там брать с собой. А, хорошо. Что брать с собой. И станция Постёкная. Корчено, корчено. Оттуда поезд. Из Екатеринбурга буду ехать. Он не останавливается на нашей станции. Московский поезд. Надо на Корчено останавливаться. Нет, нет. У меня не московский. У меня Екатеринбург будет. А это разницы нет. С той стороны. Ага. Это московское направление считается. Из Барнаула, это из Барнаула. А это из Москвы. Оттуда идут. Какая станция? Корчено. 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 Зачем в Барнаул ехать, а потом обратно. 300 километров лишних. Нет, нет. Я так не еду. Я еду сразу. Заранее позвонить, что сели в поезд и узнайте, когда он будет в Корчено. Чтобы мы здесь машину наняли и приехали. Конечно, рассчитайтесь с шофером и мы попросим доехать. Встретить. А может с кем-то еще. Вы узнавайте сейчас в интернете, кто еще едет. Может быть как-то вам попасть с одним поездом. А нет, значит нет. Я звонила Галендухину. Они где-то в июле собираются, а я-то раньше. А тут еще кто-то собирается. Астахов Николай. Которые в нашей группе здесь занимаются на занятиях. Тут еще кто-то едет. Еще Фаур с кем-то едет. Елена. Они-то приедут все равно ближе к Кресенью. А я еду раньше. Раньше. Ну все тогда. Дальше переговорим. Только мне телефоном не звоните. Звоните кому-то там нашим. А если... Хорошо. Володе Пасенко, да. Если на меня звоните, то только позвонили, я не отвечаю. Вы сразу говорите, такая-то Марина Михайлюха едет, то, другое с девочкой, чтобы я отвечал. Если нету ничего, я не отвечаю. Потому что хулиганов у меня тысячи. Ага. 16 тысяч пришлось только заблокировать. Вы понимаете, что она меня делает? Да, да, да. А до дивизии иду целая. Ну, слава Богу. Тогда отхожу я. Все, сейчас кину я материал. Спаси Христос. Да. Я хочу еще там у меня тетушка просто старенькая, побыть с ней недельку. Помолиться, чтобы Максимушка, внук, привык. Он у меня немножечко так балован. Побудете у нас тут? На кухне побудете? Володя будет... А я планирую почти полтора месяца у вас быть. Тряпы-то умеешь? Обязательно. А я сегодня... Сергей, это собака его у меня. Хорошая. Она со мной ездила. Ну, он все возле... Где я его в сарай держу-то, открыто. Он все роет. Ну, я решил зарыть эту яму-то. Дверь подложил. На бок одну дверь-то. А она ту дверь-то настоящую не дает закрывать-то. У нас не согласие с ним. Вот я сейчас только зашел. У вас занятия были? Нет, мы молимся. Вот мы встаем 4.45, в 5 у нас молитва. Вячеслав всегда. Ну, и другие читают. Это вы еще собрали второй раз? Ну, по Москве. У нас же московское время. У нас сейчас вот полшестого. Мы в 5 молимся до полшестого. А когда ночью, иногда я встаю. По Москве встаю, да? Да, да, по Москве мы в 5 встаем. У нас в это время 9. Да, да, у вас на 4 часа разница с нами. У нас как раз 9 и есть. Я только сейчас зашел в избу. Работу себе нахожу. Тут поливать надо было. Сегодня ночью дождик. Первый дождь прошел. Сейчас я говорю, дай-ка я помолюсь Бога поблагодарить. Только помолился, и вот они вы. Сергей тут выставил рисунок, где у него рана на ноге. Там покусала собака. Ой-ой-ой. Вот я тоже думала, за что она его так. В темноте, может, защищалась. Не знаю я, как обстановка там. Но он сам-то знает, он завтра, на завтра ее сдал хозяину. Он тренирует. Это не его собака-то. Не его. Да-да, я знаю. Он берет такое чудище, я бы ее даже во двор не запустил. Страшная такая. То ли дело вот это у нас ураган. Он, понимаешь, как... Когда приехали мы, а он команду выполняет, а в Германии ему коврик подарили, там нашли мы. И на стол положил коврик, команду дали, он запрыгнул, и на задний лапы сел. Зайка называется. Ребятишки. А тут он любит маленькие карабельки, ему награду дали. И каждый ребенок ему протягивает. Это мы все засняли, так интересно. А эта такая, она же в цепице, не оторвешь ее. А эта, нет, большой, здоровый, но ему команду дала, выполняет. Он сейчас чемпион России по защитной караунной. Она восточноевропейская называлась, они называют ее немецкой. Но она и есть, но только немецкая помельче маленькая. Этот здоровый. Я каждый день его вожу тут, опь, губа. И два раза купается он у меня. В день. Но я хожу, он меня на прогулку уводит, или я его не поймем еще пока. Кабаньон, я так и сидел бы дома тут. В коленях уж ноги не сгибаются. А с ним-то я хожу на праздник Победы этот. Я обошел с ним. Каждый день хожу, один или два квартала обхожу. А тут я около 30 кварталов в городе прошел. Да, по центральным улицам. Я смотрела этот ролик с вами. Да, вот так вот. По Барнаулу. Это хорошая идея показать город. Ну все, пока тогда. До свидания. Игнатий Тихонович, еще вопрос есть по одежде. Вот, чтобы много не взять одежды. Что главнее всего взять? Вы здесь как-то на меня выйдете, чтобы я сейчас как-то разойдемся, и я на вас вышел-то. Я вам скину туда то, что требуется на человека, как в лагерь едут. Хорошо. На меня просто бряхните хотя бы. Да, спаси Христос. Аллилуйя, отошел, да? Артур. Продолжение следует...